Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Рената Булхаиров. И мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Так, губернатор Тюменской области Александр Мор продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Главой региона подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе с крупными инвесторами и руководителями других субъектов Российской Федерации. Так, с фрио-губернатора Запорожской области Евгением Малицким планируется совместная работа по целому ряду направлений. От проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды. Александр Мор отметил, что взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области – приоритетная задача. А с Пермским краем планируется дружить кампусами, там тоже идет работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничество наметилось в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики. Кстати, Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. А теперь к другим темам. Автомобили и посылки от родных доставили тюменским бойцам в зону проведения специальной военной операции. Партия груза уже поступила в полк, в ближайшее время она будет распределена по подразделениям. Землякам направили три автомобиля УАЗ и один внедорожник. В автомобили загрузили дополнительное оборудование, экипировку, запчасти, гуманитарную помощь, приобретенные при поддержке правительства Тюменской области. Все, машину получили. Спасибо за машину. Победа за нами. Принять участие в сборе средств для покупки дополнительной техники для бойцов спецоперации может каждый, приняв участие в акции «100 миллионов для победы». В преддверии дня медицинского работника сотрудников этой сферы чествовали торжественно. Возле областной больницы номер 3 открыли галерею почетом. Туда попали 20 медиков, в их числе Олег Михайлов. Народным голосованием он получил звание «Врач года». Подробности у Шамиля Гулеева. В сравнении с тем, как поступил, гораздо лучше или немного получше? Гораздо лучше. Тихий подвиг невролог Олег Михайлов совершает каждый день. В профессии он уже более 30 лет. Заведующий неврологическим отделением областной больницы номер 3 вместе с коллегами поднимает на ноги сотни пациентов. Отделение рассчитано на 20 человек. У нас практически не бывает свободных мест. За месяц где-то примерно 50-60 человек проходит лечение в нашем отделении. После ковидных было очень много тяжелых, у которых развивались поли нейропатии. Вовремя оказали помощь. Помощь пациентам в третьей областной больнице оказывает более 2000 сотрудников. Это исторический максимум для учреждения. В их числе свыше 300 врачей, более 1000 медсестер, фельдшеров и среднего медперсонала. 20 сотрудников вошли в галерею почета. Их имена будут обновляться ежегодно. И, конечно, здесь не все. Хотя каждый день врачи, медицинские сестры и вообще каждый работник больницы совершает маленький подвиг. Для того, чтобы быть на доске почета, не обязательно отработать в больнице 30 лет. Самое главное – это внести значительный вклад в развитие здравоохранения города Тобольска и Тобольского района. В преддверии профессионального праздника грамоты и награды получили более 70 работников лечебного учреждения. В Тобольской больнице проводили голосование на звание «Врач года». Заветную статуэтку получил невролог Олег Михайлов. Настоящего профессионала. Обладая высокими организаторскими способностями, Олег Александрович успешно руководит неврологическим отделением для больных Тобольска и ближайших районов. Спасибо всем, кто голосовал, все, кто очень принимал участие. Спасибо коллективу. Доктора Михайлова прямо со сцены благодарили и сотни пациентов. Наша семья очень хорошо сталкивается с ним, с его помощью. Я очень благодарна ему за внучку Диану. Я благодарна Олегу Александровичу за то, что он в феврале взял меня в свои руки, как маленького ребенка, окутал заботой. Ежедневные поиски причины, что со мной не так, все разводили руками, а он просто на меня посмотрел, сказал, а у тебя, наверное, вот это вот. И на следующий день уже правильно поставили диагноз и, соответственно, начали лечение, и все пошло в норму. Слова благодарности звучали для всех, кто стоит на страже здоровья людей. Спасибо нашим докторам, кто никогда не спит, кто наш покой хранит, мы вас благодарим. Шемель Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Доступная среда. Правительство Российской Федерации расширило перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. В обновленный перечень внесли новые лекарственные формы четырех важных медикаментов. Государство регулирует цены более чем на 800 медикаментов из перечни. Важно, что жители Тюменской области могут получить их бесплатно. Это часть набора социальных услуг. Такая возможность предоставляется гражданам с инвалидностью, ветеранам, героям соцтруда и другим льготным категориям. Кроме лекарств можно получить необходимые медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью. Найти весь список, а также узнать подробности можно на сайте Госуслуг. 100 баллов по русскому языку. Максимальный результат единого государственного экзамена показала выпускница гимназии имени Лицмана Михалина Кунгурова. Напомним, русский язык – самый массовый экзамен. Из 642 тобольских выпускников 113 набрали свыше 80 баллов. Планку в 90 баллов преодолели 28 ребят из 8 городских школ. Всего же в регионе 100 бальных результатов по русскому языку добились 22 школьника, а это в два раза больше, чем годом ранее. Напомним, что все стабальники получат по 100 тысяч рублей. Решение о поощрении подростков принял губернатор Тюменской области Александр Мор в 2022 году. А в Тобольске завершился седьмой всероссийский детско-юношеский пленэр конкурс «Ангел Сибири». В нем приняли участие более 100 юных художников и преподавателей из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга и Тобольска. Впечатлениями поделится Ольга Куричко. Неделя пленэра и каждый день открытия. На съемочной площадке фильма «Тобол» юные художники из Тюмени погрузились в 18 век. Вместе с педагогами почти все работают с современными материалами. Екатерина Степанова с помощью аэрографа выдувает интересный пейзаж. Погода быстро меняется, быстро меняется свет. Нужно схватить, уловить. Плюсы – это свежий воздух, это все натуральное, все такое живое. Это, конечно, плюс. Заряжают очень сильно детей. Детский пленэр «Ангел Сибири» проводится в седьмой раз. Участники приехали из Тюмени, Екатеринбурга, Сургута. Подобно птичьим стаям ребята разместились на туристических маршрутах города. Мы были у Кремля, мы там здания рисовали, мы рисовали природу, мы были в Абалахе. Мы могли рисовать, чем хотели и что хотели. Работая все в одном месте, каждый видит его по-своему. Кто активен и глубже погрузился в исторический материал, находит неожиданный ракурс. Тобольск – настоящая мека для художников. Много памятников, уникальный ландшафт позволяет, как на машине времени, перемещаться из века в век. А работы в июне появляются с хорошим настроением и наполненное воздухом. После года обучения на первом в жизни пленэре ребята показывают интересные работы. Даша Кокшарова графически точно изобразила храм Линерами. Тут так свежо, хорошо. За шесть дней я написала семь работ, считая вот эту. Из пленэрных зарисовок могут получиться основательные работы, но и сейчас они имеют художественную и историческую ценность. Каждый пленэр – это человек, знакомец с этим местом, потому что он останавливается. Жизнь начинает течь вокруг него, солнце двигается. И он, допустим, три часа находится в диалоге с этим местом. Этот опыт дорогого стоит. Тобольск в разных ракурсах представили в выставочном зале школы искусств имени Алябьева. Работа жюри отбирала с большой строгостью. Хотелось бы больше живописности, потому что живопись – это цвет, это не просто раскрашенный силуэт. Гран-при единогласно присудили студентки Тюменского государственного университета Юлии Булановой за ее подборку этюдов. Знакомые тобольские пейзажи смотрятся по-новому. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Тобольский театр традиционно подвел итоги работы. На общем собрании коллектива путем голосования определили лучших исполнителей ролей прошедшего театрального сезона. С осени прошлого года труппой на суд зрителя представлено четыре премьерных спектакля. Лучшими признаны работы ведущих мастеров сцены. Это Наталья Пономарева за главной ролью в постановке Дениса Юдина Васа Железнова и Павел Жук, исполнивший роль драматурга в спектакле «Академия смеха», премьера которого состоялась на прошлой неделе. Увидеть любимых артистов на сцене, табылики и гости города смогут и в течение лета. В этот раз театр не уходит на каникулы в межсезонье, а по запросу зрителей продолжает показы. Билеты на летние спектакли уже в продаже. В ритме танца в саду Ермака два раза в неделю проходят тренировки по латиноамериканским танцам. Присоединиться может любой желающий. Все подробности у Натальи Китовой. Зажигательный ритм и латины не оставляют неравнодушными ни одного посетителя амфитеатра в саду Ермака. С приходом тепла площадка обрела ритм и звук. Сюда приходят научиться танцевать и сбросить груз рабочего дня не только табылики, но и гости города. Мы вообще в Тобольске в гостях у бабушки с дедушкой. И бабушка сказала, что регулярно здесь проходят танцы. Нам стало интересно, но мы не ошиблись. Вот пришли, поучаствовали. Дети тоже с удовольствием танцуют. У танцев нет возраста и ограничений по спортивной подготовке. Плавный папа, силу даже новичку. В тандеме работают молодежь и люди, умудренные опытом. Даже дети с легкостью повторяют движения за тренером. Нам очень нравится заниматься спортом. Мы занимаемся на улице и... Здорово! Да. Мы повторяем всякие движения и запоминаем. С этой тренировкой можно стать сильнее и что-нибудь занять. И мы ведем здоровый образ жизни. Мне нравится танцевать. Я этим занимаюсь. Танцы – это часть моей жизни. Думаю, это очень круто. И я рад, что Тобольск очень хорошо развивается. Спортивные площадки под открытым небом – это реализация проекта «Спорт. Норма жизни». Занятия в саду Ермака проходят два раза в неделю – по понедельникам и средам в 7 часов вечера. Танцевать учат совершенно бесплатно. В этом году программа невероятно разнообразна. Она доставит удовольствие абсолютно каждому. Это у нас будет и сальса, и почата, и кизомба. И вот эти все направления латины, которые люди очень любят и которые даются легко всем. Даже в программе, возможно, у нас где-то и Восток появится. Что-то интересное, что-то доступное всем. И где не просто можно разгрузить себя после рабочего дня, а еще можно привести себя в хорошую форму. Всего в этом году в городе организовано более 80 локаций с разными видами спорта. Расписание тренировок можно найти на официальном сайте администрации города. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. 16 миллионов рублей похитили мошенники у тобольского пенсионера. Из этой суммы 500 тысяч рублей мужчина взял в кредит, а все остальное были его личные накопления. Злоумышленники действовали по стандартной схеме. Они заверили пенсионера, что неизвестные пытаются похитить с его счета деньги. И чтобы сохранить средства, их якобы нужно перевести на безопасные счета. Так мошенники помогли табылику совершить 90 переводов. А после перестали выходить на связь. По данному факту было возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Личность одного из мошенников установлена. Полицейские напоминают ни в коем случае не переводите средства после звонка на мобильный телефон. Необходимо прервать общение со звонившим и перезвонить на горячую линию вашего банка для уточнения информации. Табылики приняли участие во Всемирном дне донора. В числе его организаторов представители российского Красного Креста, волонтеры-медики и другие организации. Среди сдавших кровь почетные доноры России. Один из них Сергей Копылов. Скажите, пожалуйста, вот волонтеры тоже мечтают стать донорами. Как решиться? Ну, решиться. Я решился как бы просто. У меня мама здесь работала в регистраторе. Умерше 20 лет сейчас проработала. Она сейчас в пенсии находится. В 2008-м она позвала. Пойдем попробую решить. Решил, сказал. Понравилось. Уже начало решение. День 97. У меня уже почетный донор. И раньше еще так что года. Ежегодно в такой акции принимают участие десятки табаляков. Ну, а далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. Хороших выходных. И до встречи. 17 июня в Тюмени плюс 18. В Сургуте и Нижневартовске плюс 12. В Казани плюс 21. В Санкт-Петербурге плюс 24. В Москве плюс 27. В Тобольске переменная облачность. Утром плюс 10-13. Днем до плюс 15. Ночью плюс 6-9 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин